Друзья, всем привет! Вы на канале InvestFuture, с вами Кира Юхтенко. Мы обсуждаем главные новости понедельника и вплываем в новую неделю. Ну что ж, друзья, на выходных у нас завершились выборы в Германии. Победили на них социал-демократы довольно предсказуемо. Будем смотреть, как политический ландшафт в Германии будет меняться. Обязательно будем держать вас в курсе событий. Для этого у нас есть телеграм-канал IfNews, на который можно подписаться. Ссылочка есть в описании. Тем временем продолжается энергетический кризис в Европе. Мы видим, что цены на газ сегодня прибавили еще 10%. Но интересно, что Европа это не единственный проблемный регион сейчас. И многие СМИ заговорили в последние дни об энергетическом кризисе в Китае, который, правда, носит характер достаточно управляемый. В Китае растет дефицит электроэнергии на фоне ограничения поставок угля и ужесточения стандартов выбросов. И это остановило производство на многих заводах, в том числе и на некоторых предприятиях компаний Apple и Tesla. С прошлой недели во многих частях Китая было введено нормирование на расход электроэнергии в часы пик. И почему это все происходит? Потому что Китай, который, конечно, в огромных размерах потребляет энергию, является причиной вредных выбросов в атмосферу, сейчас пытается как-то наладить ситуацию и стремится довести выбросы углерода до нуля к 2060 году. Цели далекие, но начинать нужно уже сейчас. И в 2021 году Китай намерен снизить энергоемкость примерно на 3%. Вроде бы и немного, но мы видим, что рынок это замечает. И власти усиливают меры по ограничению выбросов. 15 китайских компаний заявили, что производство было остановлено из-за ограничения мощности. Ну и также компании, зарегистрированные в Тайване, и ведущая деятельность в Китае тоже это признают. Сильнее других пострадали стали литейная, алюминиевая и цементная промышленность. Ну и также уже пострадали производители химикатов, красителей и мебели. А в ближайшее время с перебоями в поставках электроэнергии могут столкнуться производители бумаги и стекла в Китае. И вот на этом фоне очень многие аналитики стали пересматривать свои прогнозы по ВВП Китая. На 2021 год, например, вот на Мура понизила прогноз до уровня 7,7%, прошлый прогноз 8,2% довольно существенно. Морган Стэнли также говорит, что сокращение производства, если оно будет продолжительным, может снизить рост ВВП на 1% пункт в четвертом квартале. Вот такой вот у нас ESG. Тем временем нефть марки Brent вплотную подобралась к отметке 80 долларов за баррель, а Goldman Sachs повысил прогноз до 90, сославшись на влияние урагана Ида на поставки. И это совпадает с ростом спроса, особенно в Азии. Мировой цен на нефть приближается к уровням, которые мы видели до пандемии. И также отмечает Goldman, что глобальный спрос, связанный с волной Дельта, оказался меньше, чем первоначально предполагали аналитики. Цитата. Повышенная вероятность второго события, Ля Нинья, этой зимой заставит покупателей газа обыскивать рынки в поисках запасов. Это говорят аналитики BCA Research. Ля Нинья – это явление, которое возникает в южной части Тихого океана, когда стабильный восточный ветер гонит теплую воду от Чили и Перу к Индонезии и Австралии. И это приводит к похолоданию. Ну, в общем, интересные, конечно, тенденции во всем мире мы наблюдаем сейчас. Теперь давайте о хорошем. В последние дни финансовые СМИ обсуждают историю про хомяка-криптотрейдера, который сумел обогнать Баффета по доходности. История, в общем-то, довольно типичная. Но давайте посмотрим, что же там такое. В общем, есть хомяк, которого зовут мистер Гокс. И он с 12 июня стал криптотрейдером. У него есть офис, а за его сделками можно следить в онлайне. Специальная клетка построена с датчиками, которые подключены к Ардуино Нано. И хомяк выбирает конкретную криптовалюту и ей торгует. Ну и у него есть такое колесо намерений внутри клетки. Он по нему пробегает, выбирает криптовалюту из 30 возможных. И у него есть два тоннеля принятия решений. Купить на 20 евро токен или продать. Ну и все свои действия хомяк публикует в Твиттер, на Реддит и ведет прямую трансляцию в Твич. И что мы видим? Вот с таким подходом за три месяца портфель хомяка вырос на 29%. За это же самое время индекс S&P 500 прибавил меньше 6%. А Berkshire Hathaway и Уоррен Баффетт и вообще просел на 2%. Сейчас самый крупный актив в портфеле гениального хомяка токен Tron. Он был куплен пять раз и цена его выросла на 40% с момента первой сделки. Но это, конечно же, не является инвестиционной рекомендацией. Надо сказать, что мистер Гокс это далеко не первый кейс, когда животные или просто рандомные какие-то подходы обыгрывают профессиональных аналитиков. Была история, когда журналисты в редакции метали дротики по выбору активов. В 2008 году в России был, значит, такой свой эксперимент. Обезьяна Лукерья, которая как бы сотрудничала с редакцией журнала «Финанс», соформировала портфель, выбирая акции наугад. И за 9 лет их стоимость выросла в 7,5 раз. А портфель профессиональных инвесторов вырос в 5 раз. Так что, в принципе, хомяк-криптотрейдер в очередной раз просто показывает, что рандом иногда действительно работает лучше, чем профессиональные управляющие. И рандом при этом еще и не берет комиссии за свои услуги, в отличие от профессиональных управляющих. Что я по этому поводу думаю? Что, конечно, подход, когда мы выбираем активы абсолютно рандомно, но тоже очень рискованный, потому что, как минимум, мы здесь не создаем никакой баланс портфеля. Но в целом, именно с точки зрения того, что действительно профессиональные управляющие, которые могут там годами копаться в одной акции и все равно могут не попасть в движение, это абсолютно такая классическая история. Она нормальна, потому что рынок, мистер рынок, как ни крути, но абсолютно непредсказуем. Вот и мы два года тоже ввели народный портфель в рамках нашего инвест-шоу. И, в принципе, он тоже как бы подтвердил эту теорию. Мы показывали доходность выше рынка, хотя никакой осознанной структуры и глубоко продуманного выбора активов там не было. От народного портфеля я избавилась, просто потому что мне понадобились деньги на другие цели, но эксперимент, как мне кажется, был довольно любопытным. Напишите в комментариях, если хотите, чтобы мы вернули народный портфель, можно подумать. Но вопрос только в том, кто будет оплачивать банкет, в котором четверть портфеля приходится на акции Alibaba. Движемся дальше. ВТБ Капитал отмечает абсолютно аномальную активность на российском рынке IPO. И за этим, конечно, стоят довольно прозрачные причины. Это и ралли мирового рынка акций, это и структурные изменения в экономике, когда цифровые компании становятся самым настоящим ее двигателем. Это и приток частных инвесторов на рынок, которые стали заметной движущей силой. И ВТБ Капитал говорит о том, что сейчас очень много компаний, буквально десятки имен, задумываются о размещении на бирже. В частности, из таких уже открытых кандидатов, которые совершили обонародование своих планов, компании Циан, Вкусвилл, Металлоинвест, Дилимобиль, Positive Technologies, Сбер, X5 Retail Group, подумывают о том, чтобы вывести свои дополнительные цифровые сервисы на IPO. И многие-многие другие. ВТБ Капитал отмечает, что в последний раз такая активность на рынке размещений наблюдалась в 2011 году. И сейчас мы фактически повторяем эту золотую волну. В 2011 на Мосбирже разместились 35 компаний. Тогда Алроса, Селегдар впервые вышла на биржу, Фосагра, многие другие. И сейчас вот тоже многие компании из сектора не только IT, но и ритейла, природных ресурсов, сельского хозяйства подумывают о размещении. Также многие уже торгуемые компании рассматривают возможности привлечения денег на рынке акционерного капитала. Ну, в общем, интересно, будем наблюдать и будем рассказывать. Ну, вообще, надо сказать, что цифровизация пришла в нашу жизнь очень прочно. Вот российская газета пишет о том, что с 2022 года российские женщины, а может быть и не только женщины, будут получать пособие на детей проактивно. Это не значит, что получить пособие можно будет еще до наступления беременности. Это значит, что обращаться за выплатами не потребуется. Деньги будут поступать автоматически, как только появится право на эти меры поддержки. Такой проект постановления правительства проходит общественное обсуждение. То есть, теперь фонд социального страхования будет напрямую начислять пособие получателю, а работодатель должен будет сообщить, сколько человек зарабатывает. Ну, и также известить о том, что женщина уходит в отпуск по беременности и родам. Меры поддержки будут предоставляться быстро, просто и адресно. И для этого всего создается единая цифровая платформа, которая в целом призвана сделать нашу жизнь комфортнее. Ну, новость хорошая, что уж тут сказать. Ну, и в целом, напоследок немножко лирики. Мне кажется, что на рынке сейчас очень интересное время. И я написала в своем инстаграме как раз-таки вот пост день назад о том, что очень много новых розничных инвесторов задаются немножко не теми вопросами. Многие задаются вопросом, что купить, а не зачем купить. Почитайте этот пост, ссылочку оставлю тоже в описании к видео. И в комментариях я обратила внимание на то, что многие все равно в итоге поняли меня не совсем верно. Зачем купить? Это не вопрос о том, почему вам нравится конкретная акция Тесла, и какие у вас есть аргументы за то, что она должна вырасти. Зачем купить? Это вопрос ваших финансовых целей, от которых вы изначально должны отталкиваться, друзья. И мне правда очень хочется, чтобы вы понимали эту логику. Я буду стараться про нее рассказывать больше, потому что без нее инвестиции очень часто могут быть опасными и токсичными для вашего семейного бюджета. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, будьте разумными и принимайте максимально взвешенные решения. Рынок неспокойный. На рынке нас может ждать много сюрпризов за поворотами в ближайшие несколько месяцев. Поэтому это не значит, что не нужно покупать акции. Нужно просто понимать, зачем вы покупаете акции и какой риск вы себе можете позволить. Пожалуйста, задавайтесь этими вопросами почаще. Ну, а я на этом буду прощаться. С вами была Кира Юхтенко, команда InvestFuture. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Лайк, подписка, колокольчик, если нравится наша работа. И не забудьте посмотреть еще и свежие ролики наши. У нас вышло интересное видео про корпоративную культуру Netflix в книжной рубрике. И вышло обучающее видео про индекс страха, индекс волатильности VIX. Все ссылочки есть в описании. До новых встреч. Пока.